Круглосуточно на колончи нес свое дежурство, дальсмотрящие их так и называли, завидев дымок, они звонили в тревожный колокол. И это было сигналом для того, чтобы команда собирала обоз и выезжала к месту беды. Но это было сигналом также и для жителей, ведь приглашали жителей к помощи, куда же без жителей. Как собирались на пожары, чем и в чем тушили возгорание более ста лет назад. И когда в нашей области появились первые пожарные команды. Долгое время, к примеру, на тушение выезжали на лошадях с бочками воды. Обо всем рассказывают экспонаты Музея пожарной охраны. Находится он во Владимире в пожарно-спасательной части номер 3. Музейному собранию более 40 лет. Экспонаты бережно собирали по разным уголкам области. Информацию искали в архивах. Рисунки этих флагов я нашла в Государственном архиве Владимирской области. Это Юрьевское добровольное пожарное общество Владимирское. И, по-моему, Муромцевское. Это одни из первых, которые начали свою деятельность плодотворную на территории Владимирского региона. Татьяна Бабкова – знаток истории. В этом музее она архивариус, летописец и экскурсовод. К юбилею пожарной охраны написала книгу, посвященную истории пожарной охраны в нашей губернии. Пожарной охране нашей страны в этом году 370 лет. Дома на Руси издревле строились из дерева. Пожары случались довольно часто. Иногда дотла выгорали целые поселения и даже города. Раньше огонь люди тушили как могли. Впервые бороться с напастью централизованно решили в апреле 1649 года. Тогда царь Алексей Михайлович издал наказ о градском благочинии. В нем на государственном уровне описывалось, как правильно тушить пожары и что делать, чтобы их избежать. А это вид с пожарной каланчи в Суздале. Пожарно-спасательная часть номер 26 расположена в историческом здании. Здесь тоже есть свой музей, который хранит немало интересных историй. В Суздале добровольная пожарная дружина появилась в 1864 году. Сначала люди были плохо обучены и снаряжение оставляло желать лучшего. Однако по указу императора за содержание пожарной охраны с местных жителей стали брать налоги. Над бригадой назначили командира и выдали техническое снаряжение. В 2004 году началось строительство уже новой части, в которой мы с вами на сегодняшний день находимся. Мы остановили не только пожарную часть, но и памятник архитектуры 19 века. Поэтому он украсил эту сторону Кремля. Торжества в честь юбилея пожарной охраны в России пройдут в конце апреля. Владимирские огнеборцы не останутся в стороне. Во Владимире пройдет праздничное шествие и парад техники с участием ветеранов пожарной охраны. На Соборной площади примут присягу молодые огнеборцы. А на площадке перед главным управлением МЧС к празднику появятся еще два интересных исторических объекта. Это ЗИЛ-164. Интересный ЗИЛ мы подготовили с деревянной бочкой, с ручным пожарным насосом историческим. И ЗИЛ-157. Он будет выполнен в виде автолестницы. Также здесь будет широко применялся в свое время у нас мотоцикл «Урал». Установлен мотопомпой, необходимое оборудование, которое в сельской местности быстро доставлялось, вот это пожарное оборудование для необходимого тушения. Кроме того, сотрудники МЧС подготовили и послание к потомкам. Их поместят в специальную капсулу, а откроют через 30 лет.